В Ульяновске выбрали лучшие семьи города. На конкурс, который, к слову, проходил в 17-й раз, прислали 35 заявок со всего областного центра. В итоге жюри определило победителей в семи номинациях. Отметили и тех, кто чтит многолетние семейные традиции и самобытный образ жизни. Тех, кто только разжег семейный очаг. С такой молодой семьей познакомилась и съемочная группа вестей. Как Шарафидиновы теперь поборются за ежегодную премию губернатора, расскажет Васа Рассадина. Отвести глаз от этой супружеской пары невозможно. Это Шарафидиновы. Семья, где все понимают друг друга буквально без слов. Руслан и Ольга еще в детстве получили инвалидность по слуху. Но, несмотря на недуг, они живут полноценной жизнью. Жизнью, в которой царят счастье, любовь, доброта и радость. В этой дружной семье точно знают отсутствие слуха не преграда, а мощный стимул осваивать то, что, казалось бы, недоступно. Молодим, говорю, учитесь, развивайтесь, работайте, помогайте. Вот и все. Только вот так. Тогда уже отсюда будет какое-то развитие. Супруги познакомились в детском саду для слабослышащих детей. Вместе пошли в одну специализированную школу. А с 2000-х Руслан и Ольга встали в пару. Танцевальную. Все благодаря любимой воспитательнице. Именно она разглядела талант в молодых людях. Они не просто танцевали, они чувствовали музыку сердцем. Сейчас Руслан инспектор Ульяновского регионального отделения Всероссийского общества глухих. Ольга хореограф в школе-интернате номер 87. Но главное их богатство – дети. Такие долгожданные, такие любимые. Супруги изо всех сил помогают дочерям успешно адаптироваться к жизни. Трехлетняя Клара ходит в специализированный садик для детей с нарушением слуха. Именно в тот, в котором когда-то встретились ее родители. Старшая Алия учится в третьем классе в самой обычной городской школе. Потеря слуха у девочки не столь велика, как у ее младшей сестры. Алия успешно осваивает школьную программу наравне с другими детьми, но, конечно, не без помощи слухового аппарата. Олежка, я надеюсь, все на то, что я объясню, что Кларочка, потому что большая потеря слуха, дать дорогу. Не только вот, что мы танцуем, бальным танцам, не обязательно. Можно быть президентом России, почему нет. Да, так что все возможно. У Алии много друзей, а на душа компании. Медалей и грамот дочери за различные конкурсы не сосчитать. Девочка прекрасно танцует, а еще виртуозно играет на флейте. Такие достижения, безусловно, заслуга родителей. С раннего детства Руслан и Ольга учили Алию правильному звукопроизношению, а еще быть уверенной и сильной. Немало времени супруги посвящают младшей Кларе, всеобщей любимице. Малышка уже читает и общается жестами. Главной своей задачей супруги Шарафиддинова считает научить детей слышать себя. Как тебя зовут? Скажи, как тебя зовут? Клара. Ты кто? К-ла-р-р-ра. Вот. Вот она, куля, уже не зала. Папа, как мама, как папа? Мама. Мама где? Мама. Где мама? Мама. О-ля. Я. Да. А папа? Это кто? Кто это? Это кто? Кто? Ну, говори, говори. Как зовут? Как зовут? Как зовут? Как зовут? Хорошо. А-ли-я. Молодец. Молодец. Семья Шарафиддиновых своим примером доказывает, преград не существует. Возможно, все. Руслан и Ольга не только добились успеха, но и вдохновляют своим примером других. Просто сели, ничего не делать, я вообще не понимаю. Некоторые там пьют, курят. Это вообще. Есть такие люди. Кроме этого, что-то есть много интересного. Можете добро дать людям. Помочь людям. Если ты, например, у тебя есть профессия, помоги людям. Если тебя нет, то попроси. Нет такого, ничего такого невозможного. Васа Рассадина, Вести, Ульяновск.